В эфире служба новостей Сарова 24 в студии Мария Посыпаль. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 27 рублей за проезд на автобусе в администрации прошло очередное заседание Думского комитета. Дважды геройство с труда, 11 октября, день рождения Бориса Глебовича Музрукова. Новый сезон для любителей спорта. В Сарове начинается открытый кубок города по волейболу. Далее расскажем обо всем подробно. Стоимость проезда на автобусе может увеличиться в полтора раза. На очередном заседании Думского комитета народные избранники обсудили вопрос об установлении тарифа на перевозке по муниципальным маршрутам. Напомним, не так давно цены за проезд уже увеличивались с 16 до 18 рублей. Чем обусловлена необходимость очередного повышения, расскажем далее. Увеличить с 18 до 27 рублей стоимость проезда по муниципальным маршрутам. С таким предложением вышли представители администрации к депутатам. Необходимость увеличения тарифа на перевозку они объяснили появлением новой методики расчета стоимости муниципальных контрактов. Если руководствоваться этой методикой, то стоимость расходов по перевозкам в принципе по нашей маршрутной сети городской составляет 160 миллионов 826 тысяч с копейками. Общие доходы Горавтотранса порядка 140 миллионов в год. Они складываются из выручки с продажи билетов 46 миллионов, областной субсидии около 2 миллионов и муниципального контракта 93 миллиона. Простая математика показывает, предприятию не хватает еще 20 миллионов, чтобы покрыть все расходы. К тому же с каждым годом снижается пассажиропоток, а вместе с ним и прибыль. Из бюджета надо еще доплатить 18 миллионов для того, чтобы обеспечить перевозки при этом тарифе. Или увеличить тариф до 27 рублей. При таком повышении стоимости проезда объем выручки Горавтотранса составит почти 67 миллионов. Мы сейчас говорим, давайте поднимем цену, тогда вообще народ пересядет на такси, пассажиропоток еще снизится. Мы взвинтим цену. И давайте посмотрим простой вариант. Мы обсуждали уже с коллегами, мы сегодня субсидируем на 93 миллиона. Так давайте цену сделаем на автобус, на проезд такую, чтобы субсидировать вообще в ноль. Сколько эта цена будет, считала администрация? 100 рублей за проезд? 8. То есть проще будет сесть в такси и поехать за 100 рублей? Вновь повышать цены на проезд народные избранники пока не готовы. Вместо этого предлагают обновить Горавтотрансу автопарк, а чтобы увеличить пассажиропоток, пересмотреть его дорожно-маршрутную сеть. Весь самый главный пассажиропоток отдан частным перевозчикам. И, извините меня, они пылесосят проезд между старым и новым районом и обратно. А Горавтотрансу остались, извините меня, убыточные или, скажем так, назовем их социальные маршруты, которые должны быть, потому что иначе у нас люди вообще никуда не уедут. И так мы их субсидируем. Не придя к единому мнению, депутаты решили доработать этот вопрос и обсудить повторно. 11 октября исполнилось 114 лет со дня рождения дважды Героя социалистического труда и одного из директоров Федерального ядерного центра ВНИЭФ Бориса Глебовича Музрукова. В этот день по традиции сослуживцы прославленного управленца вспоминают о тех задачах и целях, которые ставил и выполнял этот великий человек. И о его достижениях в области оборонной промышленности. Подробности в нашем следующем репортаже. По воспоминаниям современников, Борис Глебович Музруков был не только превосходным руководителем и организатором. Всегда находясь в курсе всех событий, которые происходят на веренной ему территории, он не менее пристальное внимание уделял и проблемам своих подчиненных. Я лично обращался к нему по поводу жилья. Через две недели получил квартиру, потому что я жил в дни вероятных условиях. Четверо в однокомнатной квартире за крупным ребенком. Работал день и ночь по 12 часов. В 114 день рождения возле памятника в театральном сквере много говорили и про достижения Бориса Глебовича в работе, его новаторские подходы и внедрение методик планирования работы с помощью ЭВМ. Нас он посылал в командировки. Я, например, ездил в Ленинград на Северный Пресс. Там уже эта система началась внедряться. И он очень-очень уделял много этой проблеме вопросов. Потому что планирование – это очень сложный вопрос. Собравшиеся на митинги ветераны в НЕФ и действующие сотрудники городообразующего предприятия отметили, что Борис Глебович был одним из тех, кто приблизил победу над фашистской Германией в 1945 году. Но самый весомый вклад в оборону страны он сделал, организовав работу над созданием ядерного щита нашей страны. Буквально за период чуть больше одного года мы сумели подготовить наш ядерный центр, сумел подготовить, изготовить и провести испытания более чем 70 образцов новых термоядерных зарядов. За свою трудовую деятельность Борис Музруков внес свой вклад не только в развитие ядерного оружия целой страны, но и в социальную и культурную жизнь нашего города. Был дважды героем социалистического труда, лауреатом Сталинской и Ленинских премий, а также награжден множеством наград и медалей. В пятницу 12 октября с 10 до 12 часов дня в Сарове пройдет горячая телефонная линия по теме порядок оспаривания и результатов кадастровой оценки объектов недвижимого имущества. На вопросы горожан ответит начальник отдела управления Росреестра по Нижегородской области Елена Баженова. Звонки от жителей будут принимать по телефону 33596. Другая важная информация в подборке коротких новостей. По программе капитального ремонта в Сарове заменят несколько десятков лифтов. Как рассказали в Департаменте городского хозяйства, новые подъемники появятся в следующем году в домах по улицам Юности, Советской, Казамазову, Зернову, Давиденко и Музруково. Полный перечень зданий, где планируется замена лифтов, можно посмотреть на сайте sorov24.ru. Собственники помещений в этих домах должны до 24 декабря согласиться с проведением необходимых работ, принять соответствующее решение на общем собрании и сообщить об этом Департамент городского хозяйства по телефону 97775 и 97781. Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом Людмила Тырсина пообщается с горожанами. Встреча в формате круглого стола пройдет в Центре поддержки предпринимательства 19 октября. Чиновница расскажет о работе своего ведомства, а также ответит на вопросы, в том числе связанные с арендой земли и муниципального имущества. Для того, чтобы стать участником круглого стола, необходимо предварительно зарегистрироваться по телефону 99263 и 99264. В актовом зале Дома учителя собрались те, кто посвятил всю свою жизнь обучению, воспитанию подрастающего поколения, а сейчас находится на заслуженном отдыхе. Каждый год в октябре, в честь Дня учителей, декада пожилого человека, преподаватели и воспитанники школы выходят на сцену, чтобы сказать опытным педагогам слова благодарности и порадовать их яркими творческими номерами. В этом году честь поздравить ветеранов педагогического труда досталась ученикам школы-интерната номер один. Вера Петровна Трубкина больше 30 лет проработала учителем физкультуры. Даже на заслуженном отдыхе она постоянно вспоминает время, проведенное в стенах школы. Каждый год, приходя на праздник в департамент образования, Вера Петровна с улыбкой на лице встречается с теми, с кем ей довелось трудиться. Здесь вот встречаемся, общаемся, и иногда, конечно, ностальгия бывает по поводу того, что вот по школьной жизни, скажем так, по ученикам, в основном по коллегам, конечно. В зале департамента образования собрались преподаватели школ города. Весь вечер в адрес тех, кто посвятил педагогике большую часть своей жизни, звучали теплые слова поздравлений. Именно благодаря вашим усилиям, вашим стараниям в системе образования трудятся молодые, талантливые учителя, и связь поколений не прерывается. Приятным дополнением вечера стал концерт, который для ветеранов подготовили учителя школы-интерната номер один. На протяжении всего праздника гости принимали активное участие в интерактивной программе. Но главным событием для ветеранов педагогического труда стала возможность встретиться и пообщаться с коллегами. Нам хорошо, что мы вышли из дома, пообщались с своими коллегами и вообще время провели. Счастье, когда всех видишь живыми и здоровыми. Все рады друг другу, рады видеть, рады слышать, рады говорить. Общение. Мы уже люди-то преклонные, нам нужно общение. После праздничного концерта все гости вечера смогли вспомнить песни советских времен. И спеть их в большой дружной компании. В 2015 году госкорпорации «Росатом» приняли решение о проведении среди предприятий атомной отрасли интеллектуальной игры «Что, где, когда». С каждым годом число участников растет. Этой осенью стартовал уже шестой всероссийский синхронный чемпионат по этой игре. В Сарове отборочный этап прошел в библиотечно-информационном центре. В нем приняли участие 30 сотрудников ядерного центра. О том, кто будет защищать честь нашего градообразующего предприятия на областном уровне, расскажем далее. Команда Никиты Панусова – одна из самых опытных на этом турнире. Они регулярно принимают участие в интеллектуальных играх «Что, где, когда» и не раз попадали в число призеров. Но эта игра стала для команды «Ума не надо» особенной. Ее участникам предстояло обойти сильнейшего соперника – обладателя главного приза турнира «Росатома» прошлого года. Нейтронная сеть – чемпионы синхрона «Росатома» прошлого года. Если мы их обходим, это вселяет надежду, что мы можем обойти всех. Это же наши основные конкуренты. Всего на городской отборочный этап по игре «Что, где, когда» среди предприятий «Росатома» заявилось пять команд. Им предстояло ответить на 24 вопроса, которые подготовили организаторы из Москвы. И чтобы занять первое место в интеллектуальных баталиях, на городском этапе командам предстояло подключить не только знания, но и логическое мышление. Вопросы интересные. Отвечать, кстати, мне нравится. Команде тоже. Но есть пара вопросов, которые из ряда вон, но в целом нам очень интересно. По итогам игры победителями стали сразу две сборные «Нейтронная сеть» и «Ума не надо». Уже в конце октября они отправятся в Нижний Новгород на региональный этап «Что, где, когда». Его произведения актуальны во все времена, стихотворения знает каждый с юного возраста. Поэты называют бессмертным классиком и гением не только русской, но и мировой литературы. В следующем году в России будут отмечать 220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В преддверии юбилея детская и городская библиотека приглашает школьников в возрасте от 7 до 17 лет принять участие в творческом конкурсе, посвященном номенитому поэту. «Пушкин-220» – это конкурс для любителей творчества бессмертного классика. Ребятам предлагают по-новому взглянуть на произведения писателя и поэта и поделиться впечатлениями о характерах героев и традициях XIX века. Исследовательская номинация предполагает детальное изучение творчества Пушкина и его биографии. Они изучают ее, и самое главное, что нам очень интересно размышления ребят на эту тему. Нам бы хотелось, чтобы они какие-то новые неизвестные факты из биографии или творчества Александра Сергеевича открыли, работая в этой номинации. Самые популярные номинации у детей – это изобразительное искусство. Принимаются рисунки карандашами, красками, мелками по мотивам произведений или биографии Пушкина. К технике и стилю строгих требований нет, а формат картины должен быть либо А4, либо А3. Благодаря вот этой номинации, в принципе, мы можем даже устроить и выставку творческих работ, посвященных Александру Сергеевичу Пушкину. Такие работы всегда являются украшением и нашей детской библиотеки, наших мероприятий, ну и, возможно, классов, групп детских садов и так далее. Исполнительское мастерство – это номинации для юных артистов. Чтецы, певцы и актеры могут продемонстрировать свой талант на сцене и представить жюри и зрителям музыкальные композиции, сценки и моноспектакли. Мы предлагаем ребятам по желанию почитать, например, выразительно какие-то произведения Александра Сергеевича. Можно поставить театральную постановку, можно исполнить музыкальные произведения по мотивам пушкинских произведений. Работа для участия в исследовательской и творческой номинации принимается до 15 декабря. Прослушивание участников третьей номинации состоится 14 декабря. С условиями конкурса можно познакомиться на официальном сайте библиотеки или в группе в социальной сети ВКонтакте. 14 октября стартует открытый Кубок города по волейболу. В нем примут участие 15 команд из Сарова, Дзевеева и Вознесенска. Согласно кубковой системе, участники будут выбывать из турнира после первого проигрыша. Подробности о предстоящих соревнованиях расскажем в следующем репортаже. Открытый Кубок города по волейболу проходит каждый год осенью в спортивном зале стадиона «Икар». За главный трофей соревнований борются мужские и женские команды. Статус открытого турнир приобрел, потому что уже не первый год желание поучаствовать в Кубке изъявляют команды из Дзевеева и Вознесенска. В этом году у нас 6 мужских команд принимает участие, 9 женских. Ну, ввиду того, что ограничено у нас время в зале, приходится играть по настоящей кубковой системе. Из одного игры из пяти партий сразу на вылет. Кубок города по волейболу официально дает старт новому сезону для представителей этого вида спорта. После небольшого перерыва начнется открытый чемпионат города. В соревнованиях под эгидой городской федерации волейбола участвуют школьные команды, студенческие сборные, а также представители различных предприятий города. Сильнейшие спортсмены получают право защищать честь Сарова на выездных турнирах. Готовимся еще к Атамиаде. Волейбол включили в Атамиаду зимнюю. Работников атомной промышленности и энергетики. 21 числа мы поедем на Кубок НИИСа. В принципе, это выездной кубок областного масштаба. Победитель Кубка города по волейболу определится за месяц. Игры будут проходить каждое воскресенье. За один соревновательный день волейболисты сыграют два матча. Первые встречи в борьбе за кубок пройдут уже 14 октября в спортивном зале стадиона Икар. Начало в 9 часов вечера. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16 в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпая. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры создавал DimaTorzok